Вы знаете, я считаю, что все заслуживают второй шанс, и я решила ему этот второй шанс дать, хотя доверия к нему не было абсолютно, но, к моему удивлению, всё изменилось, и он действительно реабилитировался. И я сейчас говорю о бренде Калистар. Всем привет! Я прошу прощения за такое драматическое вступление, для меня это действительно второй шанс. Когда я впервые попробовала тональную основу от Калистар, это было вообще моё первое знакомство с этим брендом, я была настолько в шоке, что мне вообще ничего больше не хотелось пробовать, мне не хотелось даже близко к этому бренду подходить. Но вот зацепили меня реально вот эти два продукта, и я очень рада, что я их попробовала, потому что в моих глазах бренд действительно реабилитировался. Вы знаете, вот как бы ни было что-то плохо, вот всё равно я твёрдо убеждена, что в каждом бренде есть свои ужасные продукты, и есть какие-то скрытые бриллианты. Так вот, вот это скорее скрытые бриллианты этого бренда. И сегодня я вам расскажу о консилере, который заполняет морщины, и о сывороточной тональной основе. Всё, конечно же, буду показывать вам в действии, с нанесением, как это выглядит при дневном освещении, и как это продержалось на протяжении дня. Я думаю, что если вы не впервые на моём канале, то вы знаете, как проходят эти обзоры, а если впервые на моём канале, то обязательно подписывайтесь. Но перед тем, как мы с вами перейдём к обзору, хочу вас спросить, как проходят ваши карантинные будни, чем вообще занимаетесь, что делаете, как не исходите с ума, потому что у меня реально едет крыша. Я уже почти месяц сижу в заперти с маленьким ребёнком, поэтому мои дни, вот за исключением вот этого вот, вот сейчас я реально отвлекаюсь от всего мира. Моя неделя — это вот просто кормление, укачивание, кормление, укачивание. И единственное, что меня вообще отвлекает и спасает, это шоппинг, потому что телефон стал моим продолжением руки, и вот в эти бесконечные часы кормления я сижу в интернете и, конечно же, залипаю на разные интернет-магазины, ну, потому что по-другому сейчас нельзя. Я стараюсь всегда покупать и на скидках, и обязательно пользоваться кешбэк-сервисом, что и вам рекомендую. И сегодня я хочу порекомендовать вам свой любимый кешбэк-сервис SmartySale. В SmartySale более 1100 интернет-магазинов, и там вы точно найдёте те, в которых вы обычно совершаете покупки, так почему бы, собственно, дополнительно не сэкономить. Для тех, кто, как я, шопится с телефона, есть удобное мобильное приложение, как для Android, так и iOS. А ещё в SmartySale всегда выгодные предложения, и комиссии аж до 50% доходят. А если вдруг что-то не зачислилось, или у вас есть какие-то дополнительные вопросы, у них есть круглосуточная онлайн-поддержка, поэтому вы точно не останетесь без внимания. В общем-то, лично я не вижу причины, почему бы не пользоваться кешбэк-сервисом, потому что это бесплатно, это для вас ничего не стоит, но в то же время вы возвращаете деньги за свои же покупки. Если вы ещё до сих пор не пользуетесь кешбэк-сервисом, то переходите по ссылке в описании и начинайте это делать. Ну а теперь давайте перейдём к обзору. А начну я с того, что уже я нанесла себе на лицо, это консилер от Calistar, который называется Filler Concealer. Я когда вижу такие консилеры, вернее, консилеры с таким описанием, у меня всегда загораются глаза, и я как кот на сметану начинаю смотреть на эту картинку в интернете, потому что всё, что обещает заполнить и разгладить морщины, естественно, для меня очень интересно. Я сейчас вот зачитаю с официального сайта, что они нам обещают, и здесь, конечно, просто дифирамбы такие поются этому консилеру, сейчас вы всё услышите. Итак, вдохновлённая профессиональными методами филеров косметической хирургии, эта эксклюзивная формула родилась благодаря успеху революционного средства против морщин, линия Perfecto. Благодаря своей особой текстуре этот инновационный консилер не только скрывает тёмные круги и мелкие пятна, но и мгновенно разглаживает морщины и тонкие линии на лице. Фактически он прилипает к внутренней поверхности морщин, заполняя их и разглаживая их невидимой плёнкой, которая образует вторую кожу и идеально адаптируется к мимике лица. Этот эффект усиливается добавлением невидимой пудры с мягким фокусом, которая оптически сводит к минимуму недостатки. Доступен в различных оттенках, создан для любого типа кожи, он водостойкий, гарантирует идеальную стойкость в течение всего дня. А знаете, что самое крутое в этом всём? Это то, что действительно этот консилер работает. У этого консилера достаточно такая плотная, тягучая текстура. Не как прям пластилин, но что-то среднее между консилером и текстурой пластилина. И реально это прям залипает вот в кожу, залипает в морщины. И я вам обязательно покажу нанесение. Мне кажется, это реально очень круто работает. Я вот прям действительно не ожидала такого эффекта. Под глаза тоже очень красиво нанеслось. Мне кажется, у меня зона под глазами посвежела, знаете, так на тысячу процентов. Сейчас особенно мне совершенно не нравится, как выглядит моя зона под глазами. Но в то же время этот консилер чуть ли не чудо сотворил у меня под глазами. И я его совсем-совсем слегка закрепила тоже своей любимой пудрой от Revolution. Но вы знаете, это даже и не так обязательно, потому что вот он чем-то похож на NYX, мой любимый Can't Stop Won't Stop. То есть он тоже вот вроде жидкий, кремовый, но только его распределяешь, он как-то сразу как подсыхает и как самозакрепляется под глазами. Ну я все равно слегка прошлась, потому что эта пудра реально невесомая. Она абсолютно ничего не добавляет лишнего под глазами. Поэтому я точно знала, что эффект это не испортит. Но тем не менее, мне безумно нравится. И помимо всего прочего, я нанесла еще сюда вот свои морщины, в носогубную складку. Потому что вот эта зона обычно сохнет, подчеркивается тональными основами. И я решила продемонстрировать вам эффект, что будет, если нанести вот в мимику действительно этот консилер. Ну о результатах вы можете судить сами, когда я показываю вам, что собственно после нанесения. Ну и также в конце этого видео мы с вами посмотрим, как это все продержалось. Вы сами сделаете свои выводы. Ну я сейчас просто под таким вот, знаете, впечатлением вам это все комментирую. Потому что действительно крутой консилер. И стоимость у него вполне адекватная, в принципе, для 15 мл. Здесь достаточно большой объем, в общем-то. И давайте немножко так же я пройдусь по фактам. Потому что я это забыла сделать с самого начала. Значит, сделан он в Италии. И 15 мл здесь объем. И оттенок я себе взяла первый. Вот с оттенками у них там чуть-чуть не сложилось. У них, по-моему, два оттенка всего этого консилера. Но в то же время вот этот первый очень удачный. Ни желтый, ни рыжий, ни розовый. А именно такой нейтральный. Хорошо осветляет зону под глазами. Вот как-то он освежает эту зону. В общем-то мне действительно очень понравилось. Обратите внимание на стойкость конца дня. Может быть это вполне то, на что вам стоит обратить внимание. Что же касается этой тональной основы, то давайте опять-таки начнем с фактов. Называется она Serum Foundation Perfect Nude SPF 15. В этот раз я взяла себе самый светлый оттенок. Это оттенок 0, который называется Cameo. Сделано это тоже в Италии. Срок годности 12 месяцев после начала использования. И упаковка здесь, конечно, очень симпатичная. Это такое матовое стекло. Все очень красиво по объему. Кстати, здесь 30 миллилитров стандартный. Это тональная основа с пипеткой. Соответственно, очень жидкая текстура. Ну, название это и предполагает. Если это сывороточная тональная основа, то, естественно, мы не ожидаем, что здесь она будет консистенцией мусса. А вот сейчас я хочу, чтобы вы вот сели поудобнее и приготовились просто к тому, какое чудо я буду наносить на лицо. Потому что сейчас я вам зачитаю, что нам обещает производитель. Готовы? Вот приготовьтесь. Легкость, яркость и совершенство. Эффект второй кожи. Удивительная легкость совершенно новой сывороточной основы, которая улучшает, осветляет и выравнивает цвет лица, обеспечивая драгоценный уход для кожи. Безупречный макияж. Эта высокотехнологическая основа представляет собой волшебное сочетание. Неощутимой сверхчувствительной сывороточной текстуры, которая обволакивает лицо, как вторая кожа, обеспечивая вам мгновенный комфорт и идеальные ню результаты. То есть ее вообще не должно быть видно на лице. Дальше. Микронизированные пигменты для обеспечения необычайно естественного цвета и выдающейся стойкости. То есть еще и стойкость должна быть просто выдающейся. Инновационные эластомеры, позволяющие применять его по мере необходимости для наращиваемого покрытия. То есть покрытие от легкого до уже какого вы там захотите. Пудра с мягким фокусом для захвата и отражения света и придания блеска кожи. Оставляет кожу сияющей гладкой и изменяет контуры лица. Эксклюзивная супергидротирующая, лифтинговая, защитная формула содержит умную смесь витамина Е, а также низко- и высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая действует как на поверхности, увлажняя и разглаживая эпидермис, так и глубоко внутри, стимулируя естественные процессы увлажнения кожи. Специальные ОФ-фильтры защищают кожу от ОФ-лучей. Все это означает идеальную увлажненную защищенную кожу, которая день это дня выглядит более сияющей. Ну что ж, тональную основу я нанесла и вы знаете, благодаря вот этим двум продуктам моя вера в бренд Калистар вернулась, потому что вот эти два продукта это вот прям значительно лучше той тональной основы, которую я обозревала когда-то. На самом деле, вы знаете, вот просто вот смотря на себя в зеркало и описывая ее, я бы, ну я бы, конечно, не сказала, что прям настолько все шикарно. Да, она неплохо выглядит на лице и она мне, знаете, что очень сильно напомнила? Герлен для синсель. Только герлен он более плотный, это немножко более жидкая текстура, но в то же время, знаете, это не такая прям водичка, типа как тот же Estee Lauder Double Wear Nude. Вот это гораздо более тонкая, вот она прям такая водянистая, а Калистар, она все-таки немножко такая пластичная, то есть вот ее наносишь, она жидкая, очень жидкая, но в то же время она какая-то вот липнет к коже сразу. Как будто ты эту пластику в ней ощущаешь, то есть она не просто размазывается тонкой такой водичкой, а именно вот что-то такое пластичное, тонкое, как обволакивает твою кожу. Вот такое вот у меня ощущение от нее действительно из-за этого наслаивается, то есть можно совсем-совсем чуть-чуть и я советую начинать действительно с совсем чуть-чуть, потому что если нанести вот прям так сразу хорошо, она может начать как-то даже комками залипать друг на друга, то есть она вот именно хорошо наслаивается тонкими слоями, а не вот так вот сразу дун-дун-дун-дун-дун-дун и вот такую вот маску себе нашлепал. Единственное, что меня чуть-чуть напрягает вообще в принципе в бренде Calistar это их оттенки, в этот раз я взяла уже самый светлый, но уже просто светлее, уже некуда, и я все-таки рассчитывала, что будет что-то более нейтральное. Этот оттенок не нейтральный, он такой вот розовато-персиковый подтон имеет. Если вы такие оттенки любите, а вот часто такие оттенки делают типа знаете для освежения лица, особенно тональной основы, которые предполагаются для более старшей демографии, скажем так, да, для уже таких более зрелых женщин, очень часто они делаются вот таких вот розово-персиковых оттенков, потому что считается, что это как бы очень хорошо освежает лицо, делает такой как бы здоровый вид кожи, но я все равно как-то не фанат таких оттенков, мне бы хотелось, чтобы она была более нейтральная. Также у этой тональной основы слегка такое липкое ощущение, которое со временем проходит, как только она усаживается на лицо. Что еще могу добавить по внешнему виду? Это не незаметная тональная основа, то есть если вы ищете эффект реально второй кожи, не получите скорее всего вы этот эффект с этим тональным, потому что все-таки немножко более плотная текстура, но зато если у вас есть недостатки на лице, то вы сможете их скрыть, потому что хорошо наслаивается это и достаточно хорошо все перекрывается. Давайте я вам сразу покажу, как она выглядит в конце дня. Я бы тоже не сказала, что прям плохо. Она неплохо смотрится на лице. Да, может быть она слегка начинает подчеркивать морщины, но в то же время в целом, мне кажется, очень неплохой вид, вполне сравнимый с какими-то более дорогими люксовыми тональными основами, например, как тот же Герлен Лесенсель, который стоит просто как крыло самолета. Калистар все-таки это где-то так посерединке типа middle market, поэтому для возрастной тональной основы не очень дорогой. Это вполне такой приемлемый вариант, как мне кажется. Еще пару слов буквально скажу о составе. Обратите внимание те, у кого есть негативная реакция на тальк. Тальк в составе есть. И я так предполагаю, что тальк они сюда добавили для того, чтобы стойкость усилить этой тональной основы. И также здесь есть бензиловый спирт. Денатурированного нет, но бензиловый, к сожалению, есть. По ощущениям я не могу сказать, что она мне пересушивает кожу. Вот нет ощущения сухости, но в то же время это может быть накопительный эффект. Если будете прям каждый день носить тональную основу со спиртом, не обязательно эту, я вообще в принципе сейчас говорю. Это может вам пересушить кожу, и вы со временем можете почувствовать, что кожа стала более сухой, более чувствительной, более раздраженной какой-то, чем она была. Но на каждый день я бы все-таки не советовала вам использовать любую тональную основу со спиртом. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И YouTube вам предлагает сейчас посмотреть другие мои видео. Можете это сделать. А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.